Всем привет! Я Дана Рожуманова, сегодня в студии 7. Наказание рублем. Валюта большого соседа пробивает очередное дно. Тенге летит вслед. Можно ли избавиться от зависимости и насколько подорожают товары, завозимые из России? Обсудим с финансовым аналитиком Андреем Чеботаревым. Торг уместен? Зеленский призвал Россию в очередной раз сесть за стол переговоров и, кажется, допущена возможность компромисса. Чего он коснется? Рак не отступает. Почему в Казахстане процветает онкология? Кто в этом виноват? Только ли государство? Вы же слышали про скринги? Да, слышали. Почему вы не проходили? Ой, я боялась, у меня нет времени. Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали. Друзья, антироссийские санкции влияют и на нас. Ситуация может ухудшиться. Вот меняет ли это ваши планы на ближайшее время. Голосуйте, а мы начнем. Итак, наша валюта продолжает дешеветь. По итогам сегодняшних торгов доллар стоит 510 тенге. Верните меня в 23 февраля. Скажу, что это чудовищная цифра. Но оказывается, что это еще цветочки и ягодки не допускает казахстанский нацбанк, который проводит интервенции. Сегодня, например, потратил 199 миллионов долларов, чтобы удержать курс. Тем не менее, рубль и тенге стремительно дешевеют. И вот почему. Нынешнее ослабление тенге как раз и связано с тем, что вот война в Украине и санкции против России. Это в значительной мере. Потому что сейчас уже, это так или иначе, Россия, так как наш самый крупнейший торговый партнер, нам надо понять сейчас, где дно. Мы до дна, конечно, лучше не доплывать, но мы должны понять, где дно рубля, где дно у тенге. У тенге оно точно должно быть гораздо выше, потому что мы не сторона конфликта, не сторона войны. Значит, у нас санкций нет. Значит, нам нужно понять, как это нам все повернуть в свою пользу. Сейчас вполне нормально, если тенге укрепится сильно к российскому рублю. Не знаю, до каких значений. Один к двум, там, не знаю, один к трем. Но также это не должно привести к наплыву российских товаров. Мы сейчас будем много российских товаров покупать. Через год, ой, почему это через год? Через полгода нас ждет безработица. Наши производители условного сервера, там, чего-нибудь такого, они просто будут вынуждены увольнять. А почему? Потому что российских товаров у нас достаточно. Нам будет дешевле покупать, чем мучиться там производить свое. В общем, настроение рубля сильно влияет на тенге. К чему приведут эти зависимые отношения, разбиралась Эгири Мукашева. Подорожало или нет? Этим вопросом задается сейчас каждый казахстанец, когда идет в магазин. Экономика Казахстана сильно зависит от России, заявляют эксперты. Вот, к примеру, сметана из соседней страны. Если привязка тенге к рублю сохранится, ее стоимость у нас значительно неизместна. Но если валюту отвязать, сметана Made in Russia для нас значительно подешевеет. Из-за курса валют. Правда, ненадолго. Эксперты прогнозируют, инфляция в России приведет к такому росту цен, что стоимость той же самой сметаны в итоге для нас не изменится. Но рассматривать на примере российских товаров народного потребления не лучший вариант, говорят экономисты. Санкционная страна сейчас думает о том, как не оставить голодным внутренний рынок. Экспорт существенно сократится, прогнозируют эксперты. На дешевые российские товары, как в 2015-м, рассчитывать не стоит. Вывозить будет нечего. Здесь у нас есть риски того, что, наоборот, российские граждане будут приезжать в Казахстан и скупать то, что не продается у них. Начиная от автомобилей, техники. И таким образом они могут подстегнуть рост цен у нас. То есть именно поэтому сейчас нужно ставить вопрос, если и не о выходе, то хотя бы о какой-то приостановке нашего членства в едином экономическом пространстве России. Стагнация, девальвация, возможно, и дефолт. Такой прогноз экономики России дает доктор экономических наук Мирам Кожекен. И Казахстан пойдет следом, если привязка валют сохранится. Тогда и доллар будет для нас дорогим. Товары народного потребления, покупаемые за американскую валюту, взлетят в цене. И говорить при таком сценарии об импортозамещении не приходится. Но есть еще и так называемые инвестиционные товары. Машины, оборудование, станки, механизмы, технологии. Много-много того, что мы не можем. Многие страны тоже не могут. Мы покупаем, чтобы развиваться. Если мы хотим построить завод какой-нибудь, конечно, мы не будем эти станки сами произвести. Мы эти станки будем покупать. И покупать в долларах. Если подытожить мысль Мирама Кожекена, ничего хорошего Казахстан не ждет, пока тенге привязан к рублю. Однако сейчас связь заметно ослабела, заявляет аналитик Мурат Кастаев. Это доказывает ситуацию на валютном рынке. А именно, падение рубля относительно не только доллара, но и тенге. Глобально ничего плохого не произойдет. Сейчас самое главное, чтобы цены на нефть оставались высокими. Так как у нас экономика в значительно большей степени зависит от цен на нефть, нежели от торговли с Россией. То есть самое главное, чтобы нефть была дорогой. Это будет оказывать поддержку тенге. И в условиях, когда тенге будет независим от рубля, уже можно вести разговор об импортозамещении. Экономисты заявляют, Казахстану прежде всего следует выйти из экономического союза с Россией и Беларусью. Это первый шаг к тому, чтобы отвязать тенге от рубля. Но процесс это долгий и непростой. Агири Мукашева, Дмитрий Рура, специально для Студии 7. Россия наш стратегический партнер. У нас самая протяженная граница. Мы связаны экономическим союзом. То есть плохое самочувствие одного влияет и на другого. И вот вопрос, что будет дальше с рублем. Вот то, о чем говорил ранее эксперт. Где дно? Выстоит ли центральный банк соседей? Мы спросили экономиста Николая Кульбаку. Если говорить вообще о самом рубле как о валюте, то я пока не вижу серьезных проблем. Если руководство центрального банка не поменяется, то я думаю, что финансовая система выстоит. Другое дело в том, что способ этого спасения системы будет заключаться во многом в том, что придется включать печатный станок. И это будет инфляция. Насколько сильно сказать, пока не могу. И никто не может сказать. Но оценки, разброс оценок, скажем, на 2022 год, наверное, где-нибудь от 10, может до 15, может до 20 процентов. Едва ли больше. На жизни россиян это скажется плохо. Потому что здесь на самом деле будет работать несколько факторов. Здесь уже будет работать не только инфляция и девальвация. Здесь еще будет работать постепенно увеличивающаяся безработица. Потому что часть производства закрываются. А вот как происходящее отразится на большинстве казахстанцев, обсудим далее в выпуске с финансовым аналитиком Андреем Чеботаревым. Спросим также, что будет с инвалютой. Нам ее хватит. Тем более, что мы видим, что Нацбанк принимает ряд изменений. Например, до недавнего времени торги на валютном рынке, когда доллары физически продаются и покупаются, проводились дважды в день. Сейчас один раз. И мы перешли на франкфуртский метод торгов, при котором Нацбанк в ручном режиме одобряет каждую заявку на покупку валюты. Все из-за того, что московская биржа закрыта, некоторые российские компании не могут расплатиться под долларовым кредитом. Казахстан при прежнем механизме мог стать транзитом для таких операций, вследствие чего российский рубль оставался бы у нас, но нам это невыгодно. И потому мы стараемся сохранить инвалюту внутри страны, чтобы обеспечить в первую очередь себя. Но вот насколько успешно, узнаем позже. И к происходящему в Украине. Почти две недели там звучат стрельба и взрывы. Конфликтующие стороны пытаются найти точки соприкосновения. Для этого проводят переговоры. Все три раунда прошли на территории Беларуси, но уже завтра ситуацию обсудят дипломаты Москвы и Киева, Лавров и Кулеба. Они летят в Турцию для участия в международном форуме, куда слетаются их коллеги по дипслужбе. Инициатором этих переговоров стала Турция. Она же, кстати, может стать страной-гарантом безопасности Украины. С таким предложением выступили однопартийцы, президенты Зеленского. Помимо Анкары, в этот список гарантов предложили включить Вашингтон, а также соседей незалежной. Еще один принципиально важный момент. Владимир Зеленский допустил возможность компромисса. Вот в чем он может выразиться, расскажет Адиль Болтабаев. Украинско-российский конфликт длится уже почти две недели. Стороны проводили переговоры три раза, но значимых продвижений пока нет. На данном этапе делегации договорились о временном прекращении огня в тех зонах, откуда будут выводить мирное население в так называемых гуманитарных коридорах. Однако накануне в речи Владимира Зеленского во время выступления на телеканале ABC прозвучала мысль о компромиссе в вопросах Донбасса. Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают те, кто видят себя гражданами Российской Федерации. Но мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, России будет сложно признать, что это территория Украины. Полагаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызывало никаких революций внутри общества. Чтобы этим решением были удовлетворены люди. И те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине. И вот тут не совсем все понятно. Дело в том, что Зеленский говорил по-украински, а его речь переводили на английский. Видимо, переводчик волновался от важности заявлений, либо слова украинские подзабыл. В общем, начал запинаться и путаться. Оттого появились разные трактовки, поэтому цитату президента Украины мы взяли с его официального сайта. Там также говорится, что ни о какой капитуляции речи быть не может. О позиции Зеленского нам рассказал и украинский политолог Андрей Бодров. Он имеет в виду, что даже если эти территории не восстановят территориальный статус украинский, то сейчас его мысли будут направлены на то, чтобы каким-то образом в ходе переговоров договариваться о возможных контурах того, как Украина может участвовать в организации социальных процессов и гуманитарных процессов на территории. Он, скорее всего, имел в виду это. Зеленский требует гарантии безопасности и скорейших переговоров на высшем уровне. Правда, условия у обеих стран абсолютно противоположные. Москва требует признать Крым российским, а Киев и мыслей такой не допускает. Но с этим придется что-то делать, не воевать же бесконечно, считает Андрей Бодров. Его казахстанский коллега Санат Кушкумбаев напоминает, такого рода споры уже были. В Нагорном Карабахе, например. Масштабы, конечно, не те, но стороны уже больше 30 лет делят земли. Несмотря на эскалацию конфликта в 2020-м, официально поделить территории между Арменией и Азербайджаном до сих пор не получилось. По мнению эксперта, Россию с Украиной ждет такой же исход, если не начать говорить. Весь сценарий этого конфликта сводится, скорее всего, к тому, что обе стороны попадут в тупиковую ситуацию. То есть, именно прямого военного разрешения конфликта может и не быть удовлетворяющую ту или иную сторону. Очевидно, что только какой-то компромисс. Даже пусть временное перемирие или какой-то, может быть, пролонгированный, но мир, пусть неустойчивый, но все-таки должен быть достигнут, потому что военным путем очевидно уже, что не разрешит всей этой ситуации. Вопрос в том, кто на какие компромиссы готов пойти и вообще станут ли стороны менять свои требования, неясно. Остается ждать следующего раунда переговоров и надеяться, что лед, наконец, тронется. Ну а пока все как в той басне Крылова, да только ВОЗ и ныне там. Адиль Болтабаев и Эрмек Махметов специально для студии СЕМ. После того, как мир перестал быть прежним, после того, как просто два близких нам народа схлестнулись, все это время нас мучат два вопроса. Первый, разумеется, когда это закончится, и второй, есть ли предел санкциям. Понятно, что за последние 8 лет Россия привыкла жить в обстановке, где есть место с запретом и научилась выходить из положения, но сейчас соседи на первом месте в списке тех стран, против которых введены ограничения. Вы только вдумайтесь, первые, то есть, обошли даже Северную Корею. Я сейчас повторюсь, но все-таки есть ли предел? Мы спросили российского политолога Алексея Малашенко. Вы знаете, этого пока не знает никто. Во всяком случае, те меры, а это очень энергичные меры, которые сейчас принимает Кремль, принимает правительство, но на сегодняшний день они, конечно, какой-то эффект имеют, потому что паники нет. Сейчас не то, чтобы народ привыкает, но, как бы вам сказать, а может быть даже привыкает. Медленно, но привыкает. Что будет дальше? Во-первых, мы не знаем, на чем остановится Запад, Европа и Америка. И то, что сейчас будет в Анталии происходить, я имею в виду встреча министров иностранных дел, это намного серьезнее, чем кажется. И я думаю, что на этой встрече будет поставлена, ну, естественно, не точка, но некая запятая. Такое ощущение, что ситуация меняется, постепенно, очень постепенно, повторяю, мы же там живем сейчас, возобладает то, что в старину называлось содравым смыслом. Я Донара Жуманова, это Студия 7. Друзья, санкции против России влияют на нас, ситуация может ухудшиться. Изменила ли это ваши планы на ближайшее время? Голосуйте к этой теме, вернемся совсем скоро, а пока о не менее важном. Казахстанским женщинам все чаще диагностируют рак груди ежегодно. Страшные слова у вас, рак, слышат больше пяти тысяч человек. И, к сожалению, до сих пор, несмотря на призывы врачей проверяться, слова медиков игнорируются, как можно предотвратить заболевание, узнавала Алтеншаш Смогулова. Впервые диагноз рак молочной железы 73-летней Мадине Уразовой поставили 22 года назад. Затем последовала операция и восстановление. И вот уже в этом году болезнь снова атаковала. Опухоль образовалась уже в другой груди. Причем узнала о диагнозе женщина случайно. Говорит, что ее абсолютно ничего не беспокоило. На профилактическом осмотре у маммолога очень настаивал терапевт. В середине февраля Мадину Уразову прооперировали. Впереди ее ждет лучевая терапия. Я прям неохотно пошла еще вот это вот, сделала маммографию. Сразу, там же сразу выявилось, что он мне растет. Потому что такая противная вещь, она же не болит никогда, когда она растет. Понимаете, она когда уже больше-больше становится, тогда уже чувствуешь что-то, тяжесть. А так какого-то не дает. Поэтому женщина иногда, знаете, заблуждается. Говорит, ну и там ничего. По данным казни, онкологии и радиологии, ежегодно более чем у 30 тысяч казахстанцев диагностируют рак. 5 тысяч случаев приходится на рак молочной железы. Он занимает первое место среди онкозаболеваний у женщин. И четвертое по летальности. Причем болезнь стремительно молодеет. Ее диагностируют и у 20-летних. У некоторых рак начинает прогрессировать даже на фоне беременности. Причем факторов риска множество. Миомы, эндометриозы, поликистозы. То есть все проблемы с гинекологической стороны. Есть к факторам риска относятся. Это и ранняя менструация, поздний климакс наступления, нерожавшие женщины, большое количество прерывания беременности. То есть это все относится к факторам риска. У нас действительно эндемически неблагоприятный считается район Талмата. Это нехватка йода в воздухе, в воде, в питании. Ну, к сожалению, наши женщины тоже не ходят к эндокринологу. Врачи бьют тревогу именно потому, что казахстанские женщины запускают болезнь. Из-за страха диагноза они предпочитают обращаться к фитотерапевтам и даже экстрасенсам, упуская драгоценное время. Обращаются за помощью к профессионалам часто на поздних стадиях. И метастазы могут появиться уже в костях, легких и других органах. В этих случаях предстоит пройти агрессивное лечение. Единственным способом предотвратить опасность врачи называют скрининг. Раннюю диагностику рака молочной железы женщины от 40 до 70 лет просто обязаны проходить каждые два года. А сдавать это можно в поликлиниках по месту жительства, несмотря на то, что процедура бесплатная. Приходится буквально уговаривать женщин прийти на этот плановый осмотр, говорят медики. Люди почему не идут на эти скрининговые следы? Потому что какой-то страх. А вдруг там что-то найдут? Как раз-то это неправильный страх. Страх должен быть, а вдруг я запущу заболевание. Рак сейчас, особенно молочной железы, излечим именно в ранней стадии. Практически на 100% он излечивается, если своевременно в ранней стадии, первой или второй А стадии поставили. Сейчас такие препараты, такие технологии и оперируют очень хорошо. Поэтому это все и лечится. Этого не надо бояться. Женщинам же до 40 лет нужно проходить ежегодные УЗИ-обследования, чтобы обезопасить себя. Так как болезнь коварная, чаще всего протекает бессимптомно. Медики говорят, что казахстанским женщинам просто необходимо менять ментальность. Проявлять любовь к себе, которая как раз-таки и заключается в заботе о себе. Алтаншаш Смогулова, Медед Исапанов. Специально для студии 7. В числе тех, кто реже остальных ходит к врачам на проверку, жительницы Костанайской области лишь половина посещает мамологов. И, к сожалению, причины, почему казахстанки доводят ситуацию до критической, звучат очень инфантильно. Вот что рассказывает главный онколог страны Диляра Кайдарова. Одна из первых причин – это жители Казахстана отказываются платить ежемесячные отчисления за СМС. Вторая причина – это, конечно, боязнь. В первую очередь пойти, обследоваться. Когда мы проводим беседы с нашими пациентами, которые уже заболели онкозаболеваниями, говорили, почему, вот вы же слышали про скрининги, да, слышали? Почему вы не проходили? Ой, я боялась там, у меня нет времени. Есть у нас сами казахстанцы, которые многие не знают своих прав. Я вот, ну, как бы очень много раз говорила о том, что рак, к сожалению, это вот то коварное заболевание, которое симптомы приходят уже после, на третьей-четвертой стадии. Поэтому скрининги проводятся для того, чтобы выявить образование или какие-то изменения на ранней стадии, да. И мы на ранней стадии, в 100% в Казахстане можем вылечить рак. Сейчас в Казахстане имеется все. При этом на фоне кустанайцев дисциплины отличаются женщины восточно-казахстанской области, видимо, прекрасно понимая, что окружающая их обстановка оставляет желать лучшего и заботиться о себе нужно, не дожидаясь осложнений. И возвращаемся к теме сегодняшнего опроса о влиянии санкций на нас и о том, каким будет наше будущее. Обсудим это с финансовым аналитиком Андреем Чеботаревым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая вот ситуация. Я вижу даже по своим знакомым. Многие хотят повторить опыт восьмилетней давности, видят, что рубль дешевеет, а не рвануть бы нам в Россию закупиться. Скажите, к чему это может привести, насколько возможно? Как восемь лет назад не получится, потому что вы будете конкурировать с самими россиянами, которые сейчас точно так же ажиотажно, панически закупаются. Поэтому да, те, кто живут рядом, могут попробовать вручать что-нибудь здесь и сейчас. Однако речь о каких-нибудь машинах или о дорогих покупках не стоит, потому что мы все видим, что крупные бренды ограничили свою работу в России, а значит, те же иностранные машины, та же иностранная техника там будет даже дороже, несмотря на разницу в курсе, которая есть сейчас. А вот российский эксперт говорил о том, что их население, россияне, ну как-то плохо им придется. Вот скажите, что нас ждет? Рядовых казахстанцев, которые зарабатывают в тенге. Нам придется лучше, но тоже не радужно. Мы очень сильно тесно связаны с Россией. И даже несмотря на то, что санкции против нас не вводятся и не планируется вводиться пока по заявлениям западных партнеров, конечно же, это нас касается. Это коснулось буквально каждого казахстанца, потому что у нас два санкционных банка попало. Один из них Сбербанк Казахстана. Это очень крупный банк, в котором обслуживалось много казахстанцев, и они не знают, что им делать дальше. Плюс это, конечно же, наша нефть сейчас. И на самом деле никто вам не скажет, какие санкции будут завтра. Чем дольше длится война, тем выше риск, что большее количество санкций может нас коснуться. Ну вот какие товары могут подорожать? В первую очередь, конечно, люди переживают за продукты питания. Ну, то, что не зависит от санкций, а зависит от курса, это напрямую подорожает импортные товары, ввозимые не из России, то, что мы покупаем за валюту. То есть это техника, это какие-то продукты питания из Европы, из Азии. Это то, что мы возим, импортируем за валюту. Оно, конечно же, вырастет в цене, потому что курс деньги упал. То есть они будут, но уже по другому ценнику. А вот хочется узнать ваше экспертное мнение по тому, что сейчас делает наш Нацбанк. Он проводит интервенции, тратит миллионы долларов. Как нам кажется, это баснословные суммы. Вот скажите, это вообще правильная мера реагирования или другого выхода просто нет? Я считаю, что в данном случае это достаточно правильная мера, поскольку с рынка нужно сбить панику. Многие не думают, что именно от их ажиотажного спроса, от той паники, которая у нас есть, когда что-то случается, мы всегда бежим покупать валюту, что от этого сила нашего тенге тоже зависит. Ажиотажный спрос есть. Мы все прекрасно видим обменники. Сегодня курс закрылся 510. А обменники в Алма-Ате продают по 524, по 525. Это чистая спекуляция, поскольку они видят, что есть спрос. Есть спрос, будет предложение. А Нацбанк сбивает эту панику с рынка. Очень правильное действие. Те, кто говорил о какой-то привязке к рублям, на самом деле, как таковой привязки к рублю нет. У нас связаны экономики, но у Нацбанка нет ни резерва в рублях, он не проводит интервенции в рублях, он не участвует в рублевых торгах. И рубль у нас это самая свободная, по сути, валюта на бирже, поскольку ее используют исключительно сами участники, кому она нужна. Дешевый рубль открывает перед нами несколько интересных перспектив. У нас есть Минфиновские облигации, которые мы размещали в Москве в рублях. И у нас есть ряд кредитов у частного сектора. Когда в России были низкие ставки, наши компании брали кредиты там. Эти кредиты сильно подешевели. Это шанс их отдать дешевле. Плюс это шанс для тех импортеров, которые работали с Россией не в рублях, а в валюте, рассчитываться в рублях. Он подешевел. Больше не нужно тратить наши заработанные здесь доллары на покупку товаров там, если это можно сделать за рубли. Сейчас официальный курс Нацбанка 4,1 тенге за 1 рубль. Кросс-курс по итогам торгов, так как торгов рублем не было, 3,7. Андрей, заключительный короткий вопрос. 510 тенге. При этом мы знаем, видим, что Нацбанк проводит интервенции. А вот можно хотя бы предположить, сколько реальная была бы стоимость доллара, если бы не было никаких интервенций? Нет, это был бы продукт скорее паники, чем реального рынка. Это можно предположить по тому, сколько ставили банки неделю назад, когда были первые франкфуртские торги. Тогда некоторые банки ставили вплоть до 600 тенге за 1 доллар, указывая спред в 100. То есть они покупали по 500, а продавали по 600. Времена эмоций, я так понимаю. Андрей, вот сегодня мы спросили наших телезрителей, пора прощаться, но хочется с вами подвести итог нашего опроса. Санкции против России влияют на нас? Меняет ли это ваши планы на ближайшее время? Вот большинство людей у нас проголосовали за ответ просто беднее. На втором месте я в депрессии. Вот вы как? Я, к сожалению, вынужден был отменить поездку к родителям в Крым. Это тоже достаточно грустный факт, как и все перечисленные в нашем опросе. Спасибо вам больше, Андрей, за то, что нашли время к нам прийти. Друзья, мы прощаемся на этом. Все, встретимся завтра в это же время на седьмом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова